Здравствуйте, уважаемые магистранты! Меня зовут Щербакова Елена Петровна. Я старший преподаватель, доктор PHD в кафедре нанотехнологии и металлургии машиностроительного факультета. Сегодня у нас с вами лекция номер 4 по дисциплине «Планирование и обработка результатов эксперимента» на тему «Постановка задачи. Выбор параметра оптимизации и факторов». Цель дисциплины. Дисциплина «Планирование и обработка результатов экспериментов» ставит изучение методов математического планирования экспериментов материаловедения с целью определения оптимальных условий протекания технологических процессов материаловедения в зависимости от основных факторов анализа и принятия решений по результатам экспериментарных исследований. То, что мы сегодня с вами будем обсуждать, объясняется исключительно важным. Можно сказать, что от формулировки цели зависит успех решения задачи. Кроме того, при построении математической модели требуется количественная формулировка цели. Это существенно усложняет задачу. Будем называть количественно определенную характеристику цели – это параметром оптимизации. План лекции у нас – локальные параметры, технические параметры оптимизации, о последовательности подхода к выбору параметров оптимизации и требования к параметрам оптимизации. Эти вопросы мы с вами рассмотрим во время лекции. Начнем с рассмотрения некоторых самых общих свойств цели и ее характеристики. Прежде всего ясно, что цель – это то, что в данный момент еще не достигнуто. Больше того, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что вообще ее можно достигнуть на данном объекте. Цель направлена в будущее. Если для простых объектов, относительно которых намного известно, это обстоятельство не имеет решающего значения, то для сложных оно становится крайне важным. Можно говорить только о той или иной вероятности достижения цели. Значит, ее количественная характеристика должна иметь статистическую природу. Как бы хорошо не был выбран параметр оптимизации, от него будет мало пользы, если неизвестен способ его измерения для любого состояния объекта. Давайте рассмотрим, что такое параметр оптимизации. Под параметром оптимизации понимают характеристику цели, заданную количественно. Параметр оптимизации является реакцией оптика на воздействие факторов, которые определяют поведение выбранной системы. Реальные объекты или процессы, как правило, очень сложны. Они часто требуют одновременного учета нескольких, а иногда очень многих параметров. Когда возникает задача исследования сложного объекта, экспериментатор обычно стремится разбить его на подобъекты. Тогда каждый подобъект можно изучать отдельно. Это приводит к новой сложной задаче. Согласование параметров оптимизации под системой с общей целью системы. Ибо наличие оптимальной системы управления частями не исключает возможности гибели целого. Выработкой общей цели занимается экономика. В конечном счете, с точки зрения экономики, является решающей вопрос о том, быть или не быть данному техническому объекту. Мы оставим в стороне захватывающий вопрос о выработке единого параметра оптимизации для эволюции человеческого общества. Если этот вопрос когда-нибудь будет удовлетворительно решен, то мы получим возможность оценивать все исследования с единой точки зрения. Однако займемся не менее интересными, хотя и больными, локальными задачами. Параметр оптимизации – это признак, по которому оптимизируется процесс. Он должен быть количественным, задаваться числом. Множество значений, которым может принимать параметр оптимизации, называется областью его определения. Области определения могут быть непрерывными и дискретными, ограниченными и неограниченными. Итак, первое требование – параметр оптимизации должен быть количественным. Второе требование – параметр оптимизации должен выражаться одним числом. Иногда это получается естественно, как регистрация показаний прибора. Например, скорость движения машины определяется числом на спидометре. Часто приходится проводить некоторые вычисления. Так бывает при расчете выхода реакции. Один из возможных вариантов решения подобных задач состоит в том, что выразить отношение одним числом, полтора и в качестве параметра оптимизации пользоваться значением отклонений или квадратового отклонений от этого числа. Третье требование связано с параметрами оптимизации «Однозначно» в статистическом смысле. Заданному набору значений факторов должно соответствовать одно значение параметра оптимизации. При этом обратное неверное – одному. И тому же значение параметра могут соответствовать разным набором значений факторов. Четвертое. Наиболее важным требованием к параметрам оптимизации является его возможной, действительно эффективной оценки функционирования системы. Представление об объекте не остается постоянным в ходе исследования. Оно меняется по мере накопления информации, и в зависимости от достигнутых результатов это приводит к последовательному подходу при выборе параметра оптимизации. Пятое требование немаловажное – это требование универсальности или полноты. Под универсальностью параметры оптимизации понимают его способность всесторонне охарактеризовать объект. В частности, технологические параметры недостаточно универсальны. Они не учитывают экономику. Универсальностью обладают, например, обобщенные параметры оптимизации, которые строятся как функции от нескольких частых параметров. Шестое требование – желательно, чтобы параметр оптимизации имел физический смысл, был простым и легко вычисляемым. Если обозначить один параметр через у1, а другой через у2, и число опытов, в которых они будут измеряться, через n, так что u равна от 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, n, где u – это текущий номер опыта, и коэффициент парной корреляции вычисляется по форме. Эта информация вам пригодится, когда мы с вами в вашей магистерской диссертации будем рассматривать вашу экспериментальную часть, где мы с вами будем выбирать параметры оптимизации и определять факторы. Это будет немножечко позже. Для поверки значимости коэффициента парной корреляции нужно сравнить его значение с табличным. В число степени свободы должно быть f равное n-2 и выбрать определенный уровень значимости. То есть n – это у нас будет количество экспериментов. Такое значение, значимость соответствует вероятности верного ответа при проверке гипотезы при п равное 0,95 или 95%. Это значит, что в среднем только 5% случаев возможна ошибка при проверке гипотезы. Также у вас может быть и 90%, то есть 10% случаев возможна проверка при гипотезе. Это будет более понятно уже при расчете вашего эксперимента. Факторы разделяются на количественные и качественные. К количественным относятся те факторы, которые можно измерять, взвешивать и так далее. Качественные факторы – это различные вещества, технологические фигуры, исполнители и подтягивания. Планировать эксперимент можно только в том случае, если уровень факторов подчиняется воле экспериментатора. Чтобы точно определить фактор, нужно указать последовательность действий операции, с помощью которой устанавливаются в него конкретные значения. Такое определение называется операционным. Точность замера факторов должна быть, возможно, более высокой. Степень точности определяется диапазоном изменения приборов. Длительных процессов, измеряемых многими часами и минутами, можно не учитывать, а в быстрых процессах приходится учитывать доли секунды. Факторы должны быть однозначны. Трудно управлять фактором, который является функцией других факторов, но в планировании могут участвовать другие факторы, такие как соотношение между компонентами и их логарифмами и так далее. Необходимость введения сложных факторов возникает при желании представить динамические особенности объекта в статической форме. Например, требуется найти оптимальный режим подъема температуры в реакторе. Если относительно температуры известно, что она должна нарастать линейно, то в качестве фактора вместо функции в данном случае линейно можно использовать там, где угла наклона, то есть в пределении. При планировании эксперимента одновременно изменяет несколько факторов, поэтому необходимо знать требования к совокупности факторов. Прежде всего выдвигается требование совместимости. Несоместимость факторов означает, что все их координаты осуществимы и безопасны. Несоместимость факторов наблюдается на границах области их определения, и избавиться от нее можно с сокращением области. Положение усложняется, если несоместимость проявляется внутри области определения. Одно из возможных решений разбиения под области и решение двух отдельных задач при планировании эксперимента важна независимость факторов, то есть возможность установления факторов на любом уровне вне зависимости от уровня факторов. Если это условие невыполнимы, то возможно планировать эксперимент. На этом слайде у нас изображена схемка в параметре оптимизации. Параметры оптимизации бывают экономические, технико-экономические, технико-технологические и прочие. Экономические, прибыль, рентабельность, затраты на эксперимент и себестоимость. Технико-экономические, стабильность, долговечность, производительность, надежность, коэффициент полезного действия. Технико-технологические, выход продукта, медико-биологические характеристики продукта, физические характеристики продукта, механические характеристики продукта, физико-химические характеристики продукта, прочие психологические, статистические и эстетические. Прежде всего, разделим все задачи на две группы с одним или нескольким параметром оптимизации. Далее будем рассматривать более подробно однопараметрические задачи, а затем перейдем к случаю нескольких параметров. Всякие параметры имеют область определения, множество элементов которых и только они могут становиться конкретными значениями параметра оптимизации. Области определения могут быть непрерывными и дискретными. В практических задачах, благодаря ограниченной точности измерений и вычислений непрерывной области, строго говоря, не существует и точнее было бы говорить о квазинепрерывных областях. Имея это в виду, мы сохраним все же обычное слово «употребление». Область определения могут быть ограниченными и неограниченными. Непрерывная область определения. Самым распространенным, вероятно, является случай ограниченной непрерывной области определения. При этом область представляет собой интервал на числовой оси. В химической и металлургической практике встречается очень много подобных параметров. К ним относятся все параметры, выраженные в долях или в процентах. Например, степень извлечения, выход, содержание и другие. Особенность у таких параметров состоит в том, что само экстремальное значение параметров оптимизации заранее известно. Поэтому по результатам эксперимента можно оценить, насколько удалось приблизиться к абсолютному оптиму. Ограничения могут иметь различный смысл. Для доли или процентов они носят обычно абсолютный характер. Иногда они определяют с экономическими соображениями или требуемой точностью. Оптимальное значение может лежать не только на границе интервала, но и внутри, как, например, при достижении возможного или заданном содержании какого-либо компонента в продукте. Нередко встречается также в случае, когда параметр оптимизации ограничен с одной стороны. Это относится к величинам, принимающим только положительные или отрицательные значения. При этом возможно, что вторая граница существует хотя бы для конкретного объекта исследования, но неизвестна экспериментатору, или она уходит бесконечно. Возможно, на конец случаев, когда параметр оптимизации не ограничен и может принимать значение на всей числовой оси. Примером такого рода может, в принципе, служить абсолютная ошибка определения какой-либо величины. Если она принята за параметр оптимизации. При планировании эксперимента стремятся выбрать параметры оптимизации таким образом, чтобы его область определения была ограничена. Причем односторонние ограничения вполне достаточно. Оно приводит к получению всех результатов одного знака, что облегчает их вычисление и интерпретацию. Для осуществления такого выбора либо ищут подходящую систему антипотез, либо преобразуют параметры. Если далее рассматривать пример с оптимизацией абсолютной ошибки, то можно сказать, что переход от нее в дисперсии дает преобразование, приводящее к ограничению. Дисперсия всегда положительна. Чтобы проследить, как конкретно осуществляет вывод параметры оптимизации, в непрерывной области определения обратимся к примеру. Выберем для примера два различных и различных области, которые имеют большое значение в металлургии и химии, процессе разделения и системе автоматического регулирования. Рассмотрим вначале процессы разделения. Процессы разделения весьма разнообразны. Они протекают в природе и широко используются человеком. Мы утверждаем, что при построении математических моделей и при оптимизации различных процессов разделения во многих случаях целесообразно использовать в качестве параметра в оптимизации длительный потенциал или антропии разделения. Эти параметры введены в общей теории процессов разделения, развитой в виде задачи неполучения изотопки. Затем они были распространены на многие конкретные процессы. Одним из примеров такого распространения может случиться в книгах, в которых рассматривается процесс обогащения полезных ископаемых. Система автоматического регулирования характерно функционирована в течение всего периода работы объекта, поэтому параметры оптимизации должны быть так или иначе связаны со временем. В точке зрения выбора параметра оптимизации возможны три случая. Первый случай. Система регулирования с оптимизацией показателей качества самих систем здесь также возможны три случая. Первый случай. Возникает при оптимизации уже существующей системы, когда нельзя нарушать ее структуру. Второй. При возможности воперировать блоками, из которых монтируют систему регулирования, без нарушения структуры самих блоков. И третий. Случает оптимизация системы при полной свободе выборок от блоков, так и в конструкции. Второй и третий. Случает небольшое значение при разработке и проектировании систем регулирования. Экономический параметр оптимизации. Такие как прибыль, себестоимость и рентабельность обычно используются при исследовании действующих промышленных объектов. тогда как затраты на эксперимент имеют смысл оценивать любые исследования, в том числе и лабораторные. Если цена опытов одинакова, то затраты на эксперимент пропорциональны числу опытов, которые необходимо поставить для решения данной задачи. Это в значительной мере определяет выбор плана эксперимента. Технико-экономические показатели. Параметры. Наибольшее распространение имеется производительность. Такие параметры, как долговечность, надежность, стабильность, связаны с длительными наблюдениями. Имеется некоторый опыт их использования при изучении дорогостоящих ответственных объектов, например, радиоэлектронной аппаратуры. Технико-технологические показатели. Почти во всех исследованиях приходится учитывать количество и качество получаемого продукта. Как меру количества продукта используется выход, например, процент выхода химической реакции, выход годных изделий. Показатели качества чрезвычайно разнообразны. В нашей схеме они сгруппированы по видам свойств. Характеристики, количество и качество продукта образуют группу технико-технологических параметров. Прочие. Под рубликой прочие сгруппированы различные параметры, которые реже встречаются, но не являются менее важными. Сюда попали статистические параметры, используемые для улучшения характеристик случайных величин или случайных фон. В качестве примеров назовем задачи на минимизацию дисперсии случайной величины. На уменьшение числа выбросов случайного процесса зафиксированы уровни. Последняя задача возникает в частности при выборе оптимальных настроек автоматических регуляторов или при улучшении свойств нити, проволока, пряжи, искусственного волокна и другие. Требывание, которое предъявляет цикл. Требывание к параметру оптимизации. Параметр оптимизации должен выражаться одним числом. Однозначный статистическом смысле. Параметр оптимизации должен оценивать эффективность функционирования системы в заранее выбранном смысле, универсальность или полнота и наличие физического смысла. Сейчас мы с вами более подробно рассмотрим. При формулировке этих требований в значительной степени следователи великолепны исследовали великолепные работе, которые мы сами рассматриваем. Главное требование, которому должен удовлетворять выбранный парамет оптимизации, это измерение эффективности объекта исследований. Это эквивалентно утверждению о том, что задача поставлена корректно. В одной из работ планировали эксперимент по оптимизации извлечения дефицитного продукта. Удалось найти условия проведения процессов, при которых достигается практически полной извлечения. Однако, при этом резко повышаются затраты. Выбор экономического параметра оптимизации был бы в данном случае более целесообразным, хотя не привел бы к столь высокому извлечению. Укажем другие необходимые требования. Параметр оптимизации должен быть количественным, однозначным и статистически эффективным. первое из этих требований ясно и мы всегда можем его удовлетворить. Если трудно количественно измерить параметры, то на помощь приходят рамговые методы. Второе требование означает, что каждому различному состоянию объекта соответствует одно, а несколько значений параметры оптимизации. Чтобы избежать трудностей, связанных с ошибками в измерениях параметра, которые могут привести к несколько различных значениям при повторении опыта, можно распространять понятия различимые состояния и на область определения параметра. Вопросом о том, какие состояния параметра считать различимыми, связано третье требование. Статистики эффективными называются такие оценки, которые имеют наименьшую возможность при данных условиях дисперсию. Требования статистической эффективности означает, что число различимых состояний в области определения параметра должны быть максимально возможны. Тогда можно различить результаты опытов, проводимых в разных условиях. При большой дисперсии положение можно несколько улучшить путем многократного повторения опытов. Желательно, чтобы параметр оптимизации был простым и с ясным физическим смыслом. Желательно также, чтобы он был единственным, имел ограниченную область определения и экономическую природу. тщательное, объективное и непредупрежденное изучение ситуации необходимое условие правильного выбора параметра оптимизации – это правильный выбор параметра – залог успешного решения задачи. Продолжение следует... определение фактора фактором называется измеряемая переменная величина, принимающая в некоторый момент времени определенную значимость. Факторы соответствуют способам воздействия на объект исследования. Требования, предъявляемые к факторам при планировании экспериментов. управляемость факторами, указание последовательности действий, высокая точность замера факторов. факторами как параметра оптимизации, факторы должны быть определены операционно. Это эквивалентно указано способом установления любого возможного значения фактора с помощью ручки настройки соответствующего регулятора. на первых этапах формулировки задачи у многих исследователей возникает желание рассматривать операционно неопределенный фактор. Каждый фактор имеет область определения. В планировании эксперимента рассматриваются только дискретные области определения факторов. Кроме того, эти области всегда ограничены. Ограничения могут быть принципиальными и техническими. Примером принципиального ограничения может служить абсолютной ноль температуры в обычных термодинамических системах. Если в ходе оптимизации фактор получил значение близкое к принципиальному ограничению, то возможности объекта исчерпят. Примером технического ограничения может служить температура плавления материала аппарата. При нагревании до этой температуры аппарат просто расплавит, если в ходе оптимизации значение фактора приблизилось технической границе, а желаемое значение параметра оптимизации еще не достигнуто. То может быть поставлена новая задача создать, например, более тугоплавкий материал для аппарата. Решение этой новой задачи позволит продолжить оптимизацию. К точности фиксирования значений факторов не предъявляют особых требований. Важно только, чтобы она была известна. В случае автоматизированной плотной установки точность соответствует динамической ошибке регулирования данного фактора. точность меньше точность тем меньше возможна число дискретных значений различимых состояний уровня фактора. Чем выше точность тем естественно более быстро будут получены результаты заданной достоверности. Известное внимание должно уделять выбору размерностей факторов. В простых случаях экспериментатор как правило отчетки представляет себе какие размерности следует использовать эксперимент. Однако в сложных случаях эта проблема называема проблемой выбора измерительных шкалов еще далека от разрешения. следует указать на два требования предъявляемых к совокупности факторов. Это требование отсутствия корреляции между любыми факторами и совместимости факторов. Отсутствие корреляции факторов означает возможность установления какого-либо фактора на любой уровне вне зависимости от уровня других факторов. Если эти условия не выполняются то нельзя планировать эксперимент. Кроме того, нет никакой необходимости включать эксперимент в корреляционные факторы, так как один из них не содержит никакой информации. Если, например, в определенной термодинамической системе произвольно задано значение объема и температуры, то давление установится автоматически и не сможет принять производного значения. но в каждом опыте оно может быть вычисленным. Здесь должно быть рассматриваться два, а не три фактора. Требования некоррелированности не означают, что между факторами нет никакой связи. Достаточно, чтобы эта связь не была линейной. Это требование может налагать ограничения на области определения факторов. требования к совокупности факторов. Другие ограничения на области налагаются требования совместимости факторов. Несовместимость факторов возникает в том случае, если некоторые комбинации и значения каждой из которых лежат внутри области определения не могут быть осуществлены. Может, например, оказаться, что некоторые комбинации концентрации вещества приводят при их смущении к взрыву. Если в эти комбинации входят значения факторов, близкие границам области их определения, то устранение несовместимости производится после просто сокращения области. Сложнее обстоит дело тогда, когда запрещенные значения лежат внутри области, когда области оказываются многосвязными. Это вызывает трудности, преодоление которых в некоторых случаях приводит к расширенению задачи на части. Таким образом факторы должны быть определены операционно. Для них указывают области определения, точность измерения и поддержания. Кроме того, они должны быть некоррелированы и совместимы. Подведя итоги, мы можем с вами отметить, что мы научились выбирать параметры оптимизации, выбирать факторы, определять способ измерения параметра оптимизации, выбирать требования к параметрам оптимизации. и мы знаем, что если какой-то фактор критический к тому значению, которое нам нужно, то мы его можем, должны его исключить. То есть, количество факторов уменьшится, допустим, вместо трех факторов будет два фактора. но для того, чтобы узнать более точную картину, нам нужно больше факторов. То есть, больше возможностей для того, чтобы эти факторы у нас остались, которые нам будут нужны, и они не будут критическими. Если у вас будет, например, всего два фактора, и один фактор у вас будет критический, его нужно будет убирать, у вас остается всего один фактор. это очень мало для вашего эксперимента. Очень мало. Поэтому вам нужно делать три, четыре более факторов, чтобы для точного измерения вашего эксперимента. На этом слайде представлены контрольные вопросы. Вам нужно будет из вводной лекции, которую мы с нами проходили до этого первые три лекции, немножечко повторить и вспомнить разницу между активным и пассивным экспериментом, дисперсионный анализ, математические методы оптимального планирования эксперимента, параметры оптимизации, это мы с вами сегодня изучали, факторы и функции отклика, мы тоже этот момент затронули, и уравнение и коэффициенты регрессии, это мы будем изучать позже, но нужно будет вам немножечко разобрать, чтобы потом на лекции нам было уже легче. И на этом слайде мы представляем список основной литературы, которую вы можете использовать при изучении данной действии. Спасибо за внимание.